Цветы, банты, разноцветные шарики. Правда, несмотря на все эти праздничные атрибуты, первоклассники сегодня непривычно серьезные. Хоть и новоиспеченные, но уже школьники понимают, для них открывается новая страница жизни. Мне интересно, что там будет за уроки, интересно, какие будут новые друзья. И еще я думаю, что у меня все получится, и я справлюсь. Сегодня важно улыбаться, все делать правильно, и главное не волноваться и не плакать. Я хочу школу, потому что я хочу много знаний. От А до Ж. Восьмой гимназии набрались семь первых классов. Успех учеников зависит как от системы образования, так и от настроя самого педколлектива, отмечает директор школы. Изменений достаточно много, они интересные, но все они набрали на одно, чтобы ребенку в школе было комфортнее, девиз такой, чтобы мы у детей не забрали детство, чтобы они в школе все-таки смогли радоваться, и чтобы процесс образования не был для них каторгой, а чтобы они на самом деле это делали с интересом, с увлечением. Чтобы школьники находили время для хобби, в гимназии дают возможность выбора предметов десятиклассникам, а пятый и восьмый классы будут учиться на пятидневке. Ну а пока первый звонок и первый урок. Для первоклассников это традиционный урок мира, а вот для старшеклассников необычный урок футбола провел его заместитель главы города. Сергей Юрченко напомнил ребятам, что Сочи вышел на финишную прямую по подготовке к Кубку Конфедерации и Чемпионату мира по футболу. Стадион Фиш на конечной стадии реконструкции, поэтому сейчас можно задумываться и о волонтерской деятельности. Если пройти успешно отбор, они могут стать волонтерами. И не только, скажем, поприсутствовать в качестве зрителя на этих мероприятиях, на этом событии грандиозном, на футбольном празднике, но и также, как говорится, принять, вложить свою долю непосредственно в качестве участника подготовки к этим играм. Школьники идеи загорелись, ведь, ко всему прочему, многие из них сами футболисты. Мы сами сможем посетить матчи, сможем принять участие, как волонтеры попытаться. И я считаю, что это очень круто, что в нашем городе пройдет такое событие, как Кубок Конфедерации Чемпионат мира. Поля для турнира сейчас, их не очень много, и поэтому соревнования проходят раз в неделю. А так хотелось, чтобы проходили побольше. Было матчи. Мечты сочинских спортсменов осуществятся. Кубку Конфедерации в Олимпийском парке ведется строительство трех тренировочных полей, которые в будущем могут стать центром по развитию футбола в Сочи. Два из них планируется сохранить. И эти поля в дальнейшем будут переданы муниципальному образованию нашему, то есть городу Сочи, на которых мы и сможем, воспользовавшись этим наследием, тренировать наших детей. Процесс обустройства тренировочных полей контролируют представители ФИФА. Пока нареканий нет, поэтому сдача объектов планируется в срок – 1 мая. Инга Габеши, Алексей Давыдов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.